Привет, друзья! С вами снова Павел Чар. Ролик делаю в полевых условиях, а формат видео экспериментальный. Уж не знаю, что из этого получится. Извините за качество звука. Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем. В детстве я рисовал мультфильмы в отрывных календарях, но это занимало уйму времени. Уже давно мне хотелось анимировать моего мугла, волшебного зверька с шариком на голове, который используется в логотипе канала и появляется на заставке. При этом в серьезных программах для анимации разбираться желания нет. Мы все знаем, что алгоритм YouTube игнорирует качество роликов. Ему важна постоянность, периодичность и количество видео. Поэтому если станете ежедневно чистить зубы на камеру и готовить завтрак и ежедневно это выкладывать, то у вас есть все шансы получить кнопку YouTube и стать бьюти-блогером. Если же начнете возиться, что-то придумывать, монтировать и выпускать качественные, но редкие видео, то роста аудитории практически не будет. Зрители сейчас довольно капризны и тоже хотят бесплатно, быстро и качественно, забывая про стандартный треугольник в экономике. Если делаете видео редко, даже платная реклама вас особо не спасет. Итак, передо мной была задача сделать красивую картинку, причем быстро и без особой возни с монтажом. Уже готовя этот ролик я узнал, что хитрые японцы такие хитрые. Они давно используют виртуальных персонажей, что позволяет им очень быстро делать видео. Одной из первых стала Кизуна Аи, электронный ютубер. Канал создан в декабре 2016 года, а сейчас там уже свыше 2 миллионов подписчиков. Отличный рост. Там работает небольшая команда, редактор, техподдержка модели, актриса. С помощью motion capture захватываются действия, параллельно на микрофон пишется звук, а редактор добавляет выражение лиц, которые не подхватились автоматически. Это все хорошо, но техники для захвата движения у меня нет, команда профессионалов тоже. Делаю все сам. Я очень люблю рисованных персонажей, а не трехмерных. И я наткнулся на программу Live 2D, открывающую большие возможности. Оказалось, что программа японская, а где как не в Японии знают толк в массовом применении анимации. Это не подделка на коленке. Видеоиндустрия уже широко использует эти наработки, а именитые издательства уже освоили эту программу. Для образовательных учреждений программа поставляют бесплатно, поэтому она также знакома японским студентам-аниматорам. Тетсуэ Накая, директор компании, пишет, что его миссия продвинуть Live 2D и открыть новую область программного обеспечения в сфере создания графики, а затем распространить эту нишу во всем мире. Рисуйте что хотите, анимируйте как хотите. Его девиз. Это радикально новый подход к анимации по сравнению с традиционным 3D моделированием, но он сильно понравился тем создателям и потребителям, которые отдают предпочтение двухмерной графике. Портфолио компании богатое. В копилке игр, использовавших эту технологию, есть много известных, например, Fire Emblem. Сотрудничают с Konami, Sega, Ubisoft и другими. Намка Бандай, пожалуй, активнее других использовали эту технологию и выпустили много игр на Live 2D. Для примера возьмем Самуни Найт, пятую часть, где было около 50 персонажей. После освоения программного обеспечения художнику требовалось в среднем около 3 дней, чтобы настроить модель и еще день или два, чтобы анимировать ее в зависимости от сложности. На сайте представлены работы пользователей. Давайте скачаем эту синеволосую девушку посередине. Теперь запустим бесплатную версию программы и посмотрим, что она умеет. Просто для начала включу случайную анимацию, а затем подергаю за разные рычаги. К сожалению, не все уроки переведены, но если не вдаваться в дебри, то изображение разбивается на кусочки, каждый слой получает свою область и в итоге из них собирается слоеный торт, похожий на панорамные книжки. Какие-то свои ближе к нам, какие-то на заднем фоне. Вспоминаем задачу. Быстро сделать красивую картинку. Выглядит здорово, согласен. Но быстро ли? Анимировать придется вручную. Знаете, я ленивый перфекционист. Это значит, что я обычно очень въедливо и толково во всем разбираюсь и старательно делаю. При этом, зная, сколько такая дотошность займет времени, мне уже заранее лень начинать. Продолжим поиски. Дальше все очевидно. В проектах, использовавших технологию Life 2D, я увидел FaceRig. Если коротко, то эта программа захватит ваши движения и перенесет их на персонажа. Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... Да. Вот с этими именами у меня особенно отвратительный. Абу-Али! Кто-то ибан чей-то! Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, это глоток бензина. Не шалю, никого не трогаю, примус подчиняю. Красная жапочка, я тебя съел. Сожрал тут такого и мультики без телевизора смотрел. Мой дядя, самых честных правил, когда не в шутку занимал, он уважать себя заставил и лучше выдавать не смог. Кстати, Мой дядя на мне... Такие дела. Как я уже говорил, я предпочитаю физические издания игр. В то же время иду в ногу с прогрессом, поэтому ради установки обозреваемой программы в сентябре 2018 года я впервые установил Steam. Предстояли пляски с бубном. Microsoft Visual C++ 2015 года не запускалась на моем седьмом Windows. Заплатки исправления не ставились. При этом игра его требовала, прям таки кричала. Методом научного тыка и копания на форумах я установил все необходимое вручную. Благодаря сообществу Steam уже очень много импортировано. Есть очень качественные работы. Одно время я смотрел аниме, но сейчас персонажей не узнаю. Почти все новенькие. Я скачал несколько десятков. Всех персонажей с первых шести страниц мастерской Steam. Здесь в основном девушки, целый гарем. Нажав определенные клавиши, указанные в справке, можем менять эмоции, например добавлять румянец. Вы тоже можете создать персонажа с помощью редактора Life 2D, следуя представленным спецификациям. Затем его можно импортировать в FaceRig. Для этого видео я лишь подправил прическу и футболку персонажа, немного изменив текстуру. Еще я стерг ему очки. Сочетание захвата движений с кукловодством – самое то для моей цели. Про настройку камеры указано в справке. Чем лучше камера, тем точнее захват движений. Камера у меня старая и плохого разрешения, но даже она справилась. В качестве камеры можно использовать телефон на Android. Анимация подстраивается на лету и накладывается на трехмерную или двухмерную модель. Можно подкрутить фильтры на изменение голоса. Можно настроить дополнительные вещи, выбрать цвет одежды, надеть шапки. Благодаря виртуальной камере появляются интересные возможности. Картинку с программы можно транслировать в эфир на стримы или использовать в качестве виртуальной камеры, подменяющей настоящую. Зарубежные видеочаты я не стал проверять. Сталкиваюсь с языковым барьером, потому что мой английский very bad. В русскоязычных видеочатах творится непотребство, вылезают всякие окошки. Ну что же, все ради науки. Здорово. Привет. Проявив фантазию, можно многого добиться. Мне пришла на ум такая мысль. Я записал диалог с Алисой, выведя ее голос на виртуальный микрофон. Включил синхронизацию губ по звуку. С виртуальным микрофоном это могут быть любые звуки с вашего компьютера. Аудиокнига, подкаст или игра. Одновременно с этим, аватаром захватывались мои движения. Можно, конечно, синхронизацию губ вывести на клавишу, чтобы персонаж не болтал при посторонних звуках. Например, при взрывах или ударах в игре. Можно настроить взгляд, чтобы персонаж смотрел на камеру и включить ему автоматическое моргание. Потом, отсмотрев видео, на зеленом фоне я могу записать себя и повторно задать те же вопросы и получится диалог. Хорошая мысль, но проверять я ее, конечно, не буду. Можете прочитать, что я спрашивал. У девочки нет имени. Шутка. Меня зовут Алиса. Да, очень нравится. Тебе все перечислять? Их много, а ваш... А что мне за это будет? Зачем оно мне? Но самое интересное наступило, когда я попросил Алису спеть. Алиса, ты где? В рифму ответить. Появись и спой нам. Из моего последнего альбома. И единственного. Шурупы с потайной головкой. Проверка стыков. Рельс на ток. Петрушка вечно ты с обновкой. Элизабета из Биошок. Твин Пикс. Сезон в оригинале. Алиса в зазеркальном зале. Игрушечный автобус спас. Конфеты с золотой запас. История задержки Лейса. Что я могу производить? Психорисунок загрузить. Марьяна Роклип. Песни Фейса. Толкатель лыжника Снегирь. Печенье Новый год имбирь. Рада стараться. Вот кое-что из раннего творчества. Поехали. Английский с Хрюшей и Степашкой. Морозит и бросает в пот. Владение казачьей шашкой. Певица Ёлка где живет. О чем фильм 100 дней после детства. Центр оформления наследства. Совет директоров Газпром. Мужчины со вторым лицом. Мрут Кемеровы для зарплаты. Алиса с левой. Дом вверх дном. Мощнейший экстрасенс Пахон. Моторы пламенем обеты. Торговый дом стальной канат. Торт волк и семеро козлят. Это как раз то, что мне было нужно. Один раз нарисовал и уже можешь снимать что-то разговорное. Без баталии действия в кадре. Но крупные и средние планы приятно выглядят. Таким образом я получил удобный инструмент для творчества. Говоря о логотипе. Может попробую нарисовать ручкой некое подобие Винни-Пуха с крылышками. А процесс создания и экспорта сделаю отдельным видео. Если вы художник или композитор и готовы предоставить свою работу для моих скромных видео, заходите в мою группу или напишите на почту. Пока что мне хватает. Программу анимации я осваивать не стал. А если начну сделают лишь в необходимых мне рамках. Иначе я погружусь в украшательство и стану забивать голову еще и эффектами с анимацией. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Особенно, если ты человек-оркестр. На этом все. Пока. Тут нет лайков. Ща все будет. Давайте ставить лайки и будем танцевать. Как сделать хайповую фотку? Немного о хамелеоне. Люблю я Сашкину походку. Готов к труду и обороне. Гадание на купидоне. Элементарная частица. Вся Грузия в одном флаконе. Синоним к слову единица. Петр Леонидович Капица. История о Робин Гуде. Как зарастает шерсть у шпица. Круговорот пар в Голливуде. Ты как метель неповторима. Российский Дед Мороз без грима. Я знала, что вы оцените. Вы очень любезны. Целую в щечку. Улыбаюсь сквозь поцелуй. Остыньте, дышите глубже. Думаю, что вам пока хватит. Приходите еще. До связи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова